Встреча Отдыхала элита отечественной космической отрасли. По количеству геройских звезд, орденов, медалей и премий самого высокого достоинства на квадратный метр площади, этому дачному поселку, пожалуй, равных нет. Борис Евсеевич Чертог Борис Евсеевич Чертог остался здесь единственным из самой первой великой когорты конструкторов, создававших ракетно-космическую мощь и славу нашей страны. Первая межконтинентальная ракета, первый спутник, первый человек в космосе, спутники связи, луноход, многоразовая система БУРА. Вот далеко не полный перечень из безусловных заслуг перед всей человеческой цивилизацией. Нашу съемочную группу предупредили сразу. Кроме меня, на даче будут только внук с женой и крошечным правнуком. Им не до гостей, а мне возраст, все-таки сотый год идет, не позволяет стоять у бангала. Так что хозяйничайте сами. Встретим нас патриарх отечественной космонавтики в видавших виды шортах и в майке с надписью «Тангаж в норме». «Тангаж» — это авиационно-космический термин. Обозначает отклонение продольной оси объекта от вертикали. А если попроще, держи голову прямо, не кланяйся и не падай навсечу. Так, 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 носом есть и пикнуть. Так, делаешь пиццу, мандал. Ну и попробуйте, ваще краснокожих сумеет шашвык попробовать, а? Все, кусочек шашлыка можно найти. Совсем другое дело, второй аппетит появляется. Не знаю, какой будет фильм, а шашлык хорош. Ну, работает в очтовом ящике, такое было как бы определение, да? В очтовом ящике все. И нет никаких разговоров. Даже получил орден Красной Звезды за наведение наших самолетов на противника. Он вынужден был где-то остаться на втором плане. Хотя он был соавтором своих идей. Он всегда был очень активный. И на всех каких-то особенных неприятностях, связанных с приборными делами, да и только. Он всегда участвовал. Он помнит не только события, прошедшие. Говорят, старики помнят лучше прошлое, чем настоящее. Он и настоящее помнит прекрасно. В общем, не хочу сейчас вспоминать 27-й батт. Не трожьте меня. Ну, прежде всего, я очень многим обязан своей матери. Я был единственным сыном. Родился в 1912 году. Жили в Белоруссии родители тогда. Как известно, там был такой пояс оседлости, который вел его царское правительство. Мама из очень богатого еврейского семейства. Но увлеклась революционной деятельностью. Я решила бороться за справедливость в этом мире. И связалась с подпольем. Каким-то образом это обнаружилось. Ее исключили из гимназии. Ситуация сложилась такая, что ей надо было сматываться из Российской империи. Когда началась в 1914 году Первая мировая война, и немцы стали одерживать одну победу за другой, победоносно наступали на Польшу, родители сказали, что русский, белорусский антисемитизм – это чепуха по сравнению с немецким антисемитизмом. Бежим в Москву! В 1914 году они перебрались в Москву. Ах, какая была рыбалка! Какие там были пляжи на... Мелевшие уже в Москве. Но вода чистая. И рыба была даже судаки. Помню до сих пор демонстрации февральской революции. Отец крепко держит меня за руку и ведет. Смотри, какие флаги. Красные флаги, идет толпа. А тут я как-то от восторга вырвался из отца, и где-то потерялся в этой толпе, и пристаю к какому-то дяде. До сих пор помню, как я хватаю его за руку, он на меня смотрит, и реакция отторжения взрыв. Кандовая, как я говорю, революционерка, моя мама Софья Борисовна, сказала, что такой великий человек, ушел из жизни, она должна с ним проситься лично, невзирая на мороз, берет меня и нашла еще двух-трех ровесников. И мы пешочком с красной плесни идем к дому Союзов, по дороге к Ремесеу, костров, которые красноармейцы разводят. И входим в дом Союзов, я помню, как она меня толкает и говорит, смотри, вон Крупская стоит, ну ты смотри, вон Морошилов стоит. Так вот я видел Ленина в гробу, еще не забальзавирована по всем новым правилам. Родители позаботились о том, чтобы я был примерным пионером, ходил с красным галстуком, участвовал там в самодеятельных спектаклях. Самое любопытное, что рядом была знаменитая Хадынка, центральный аэродром республики. Мы соревновались друг перед другом, что как только видишь самолет в воздухе, сразу кто первый назовет марку. Самолеты были у нас в основном иностранного производства. Мы, мальчишки, бегали, помогали там механикам хватать их за хвост и переворачивать обратно и так далее. Когда меня отец сводил на улицу Тверская кино «Арс», я посмотрел фильм «Аэлита». Увидел красавицу, живущую на Марсе, я решил, что моя задача установить радиосвязь с «Аэлитой». Что я могу еще о матери сказать, что она, конечно, могла прожить еще очень долго, но всегда любила бросаться, так сказать, в горячие точки. И когда мы оказались на Урале в эвакуации, она работала старшей медицинской сестрой в местной больнице в городе Белимбай. А за Урабом недалеко формировалась польская армия. И вот проходит слух, что поляки погибают от цепного тифа. Она сама попросила сего руководства больницы, чтобы ее отпустили. Она будет спасать поляков по борьбе с цепным тифом. Подцепила там цепной тиф. Ну, ее еле-еле успели довезти обратно до Белимбая. И последние ее слова «Найдите сына, я хочу с ним проститься». Когда меня отыскали, я примчался в больницу. Она уже теряла сознание. Спасти ее не удалось. Ну, значит, руководство больницы и так далее решили похоронить ее. Вполне доступным в те времена. Порядком надо вырыть мерзлой земле, земля, могилу. Заставили рыть могилу пленных немцев, которые там обитали. Когда я пришел, я вижу, как пленные немцы роют могилу моей матери. У меня что-то тут все. Сколыкнулось, возмутилось. Я их выгнал и сам докопал до нужной глубины. Много лет спустя, много, к сожалению, лет спустя, я приехал в Белимбай из Свердбовска в поисках могилы. Ну, сторожиха, которая была, говорит, ну, милок, тут столько накопали после тебя. Сейчас, где она? Твоя мать-то? Я, говорит, не найду. Так я место нашел, а однозначно идентифицировать могилу уже не сумел, даже с помощью опытной, старой-старой старушки, сторожихи этого кладбища. Женщины в моей жизни это тоже интересная передача бы вам. Я бы рассказал об очень таких выдающихся женщинах и нормальных, которые оказали влияние на мою судьбу. За женщин, да? Ну, а жене я рассказывать не стану. особая, как говорится, глоба. Скажу про такую женщину, как Ольга Александровна Миткевич. По окончании школ в 29-м году решил сразу стать студентом МВТУ. Там мне популярная приемная комиссия объяснила, что сдашь ты экзамен или не сдашь, будет у тебя проходной или не будет, это не имеет значения, и все равно мы тебя не примем, ибо ты не рабочий, не сын пролетарьев, а сын служащих. Иди потрудись, годика три, заработай рабочий стаж, тогда приходи мы тебя запросто примем уже как рабочего. А звание рабочей, которое писалось в анкетах в графе «Социальное положение», это по тем временам все равно, что олигарх, очень почетное было, понимаете, звание, да. Все, конечно, мечтали стать аристократами, ну и я, естественно, стремился к этому. И вроде подошел до этого из простых электромонтеров. Получил даже не имея диплома должность радиотехника. А тогда, значит, в моде были заявления, разоблачающие всех примазавшихся. Я был исключен из комсомола, а это был для меня страшный нравственный удар. Пришел домой совершенно разбитый и рассказал своей маме, что со мной случилось. А вдруг она собралась по замерзшей Москва-реке, переходит на другой берег по тропинке неохраняемой, доходит до порткома завода номер 22 и встречается с Ольгой Александровной Миткевичей. Не знаю уж, какая у нее состоялась беседа. Ольга Александровна меня вызвала на портком, разобрался детально во всей моей биографии. И партийный комитет, невзирая на решение общего собрания Консомольского, оставляет меня членом партии, но объявляет строгий выговор. И сделала эта женщина Ольга Александровна Миткевич, которая погибла в годы репрессий в 1937 году. Она вздумала вступаться за преступно репрессированных руководителей промышленности, писала письма Сталину. Короче говоря, она была арестована и по имеющимся у меня данным, значит, погибла где-то в саратовской тюрьме. Руководители партии и правительства приветствуют героев от важных сталинских соколов. подготавливая полярные перелеты, в том числе я готовил самолеты для посадки Папанина на льдину. Это была наша первая полярная станция. Впрочем, пример Ливаневского это как раз пример энтузиазма, который разжег Ливаневский у Сталина, сдав обязательство перелететь в Америку. сам главный конструктор самолета Болговетерова был против, но Сталин это Сталин. Только под давлением Сталина Ливаневский получил самолет. Я с товарищами работали тогда на Щелковском аэродроме и готовили этот самолет полетой. Экипаж самолета, уходя в большой перелет Москва-Северный полюс-Сан-Франциско шлет свой горячий привет вдохновителю перелета товарищу Сталину и всем трудящимся нашей Великой Родины. Единственное, кто хорошо понимал, что полет кончится трагедией, был Коман Николаевич Годовиков. Он как-то нутром чувствовал, что на этом самолете перелететь через полюс так далеко не удастся и прощаясь тогда сказал мне свои любимые «Ну, Борис, шарика было, шарика нету». Я тогда учился в Московском энергетическом институте по совместительству и там друзья мои по студенческой группе конечно были уверены, что меня надо сажать. Знаешь, что, слушай, какие ты предпочитаешь сухари, мы сейчас наше и тебя обеспечим. Ты только не забудь как-то дать знать, в какую шарагу тебя посадят. Я запустил свои академические дела и взял у Туполева бумагу, адресованную ректору Московского энергетического института с просьбой дать товарищу Чердаков Бая возможность перенести сдачу экзаменов по сессии на следующий год ввиду того, что он выполнял важные государственные задания и прочие, прочие, прочие и подписи Туполев. Ну и секретарем Поршкова в это время оказалась жена Маленкова, второго после Сталина человека в стране. Я являюсь к ней в кабинет, Валерия Алексеевна, бумага прошу ректора института скомандовать, чтобы меня не исключили из института за академическую задолженность. Она берет, читает, складывает, открывает сейф, кладет эту бумажку в свой сейф и говорит, письмо подписал Туполев. Он репрессирован и сегодня квалифицируется как враг народа. И никому не говори, что ты получил от него письмо. Так? А насчет того, чтобы тебя не исключили, я позабочусь, не волнуйся. Но она позаботилась. Куда податься? Куда? Куда? Куда податься? Куда податься? Культура? Культура. А там культура? Культура. Первые свидания были на территории завода номер 22 на Филях. Так. А сюда я уже провожал уже после этих свиданий. Я провожал сюда, но не в такие роскошные апартаменты, а была очень скромная музей-мастерская. Скульптуры все были на втором этаже. Наше знакомство было скандальным. Значит, я работаю электромонтером и радиомонтером по установке на новые бомбардировщики ТБ-3 нового электрорадиооборудования. Контрольным мастером у нас был бывший моряк. Принимал и отписывал наряд, чтобы я получал зарплату, и что работа принята, сделана, и можно самолет завтра утром выкатывать в аэродром. А производительность была такая. По одному самолету ежедневно. Каждый день один четырехмоторный бомбардировщик выкатывался на аэродром для облета и летных испытаний. Срывать график абсолютно даже мыслей не было. Вдруг меня пригважает начальник ОТК и говорит, слушай, Борис, у тебя сейчас работу будет принимать новый контрольный мастер. Она девушка, может быть, не все доглядит, ты уж с ней там договаривайся по месту. Ну, значит, девушка, пусть девушка, она только окончила технику гражданской авиации, поэтому еще была в куртке. Знакомимся, я говорю, вот, вас как зовут? Я Катерина. Ну, вот, работа, вот, принимайте, смотрит, туда-сюда, щупать, а вот эту прокладку кабель я не приму. А почему? Потому что тут хомуты редко поставлены, еще два хомута надо поставить. Ну, я начал проделывать эту работу, а это по времени долго, уже стемнело, и тут, значит, одолело меня это самая мужская наглость, я к ней потянулся с явным намерением поцеловать или что-то в этом духе, получил такого пинка и такую пощечину, стукнулся на шпанкову головой, до сих пор шишка. Я говорю, ну, ладно, поздно, куда? Поедете. разрешите проводить? Разрешила проводить. От рамвая все ушли. И вот свели до Арбата, Большой Левшинский перевод. Я ее провожаю, и вдруг вижу, что мы входим не в частную квартиру, а в официальный открытый музей Анны Семеновны Гавопкиной. Сюда добираться было еще можно, еще ходил транспорт, вся дева была как отсюда добираться домой, пешочком, бегом. Это километров 12, по-моему, с лишним. Ну, вот я сам себе сейчас удивляюсь, откуда брались у меня тогда силы для такого марафона. И вот директор этого музея, двоюродная сестра Катерина Семеновна, поставила мне условие, чтобы я больше сюда не показывал носа, если мы не оформим свои отношения с Катериной Семеновной. А тут где-то через два-три переулка обнаружили, что имеется ЗАГС. Зашли, в этот ЗАГС сидит скучающая женщина. Мы объясняем, что хотим расписаться. Она спрашивает, это кто хочет? Я говорю, я хочу. Катя спрашивает, я хочу. Ну, расписывайтесь. Протягивает нам книгу, я ставлю подпись, Катя ставит подпись, и все. поместитель председателя Совета народных комиссаров Союза СССР и народный комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов 22 июня 1941 года выступил по радио. Чувством беспредельного возмущения встретили трудящиеся Советского Союза лист о неслыханном разбойничьем нападении германского фашизма на нашу страну. КОНЕЦ 2 мая 1945 года я расписался на стене Рейхстага еще в подвале Сваа стрельба добивали последних эсэсовцев, которые героически сопротивлялись надо дать им должное. Когда войска Рокоссовского заняли этот район и можно было ознакомиться с тем, что такое Панвюнде, то должен вам сказать, что даже по современным масштабам это был очень хорошо организованный научно-исследовательский испытательный центр. Но немцы полностью вывезли оттуда всю документацию по своим разработкам и текущим и перспективным, всю аппаратуру и все это досталось американцам. И он тогда придумал, да, это надо в тот момент вообще это нужно, чтобы создать институт, чтобы собрать больше людей и немецких, и наших, и этих, чтобы эту документацию создать. До сих пор считаю это своим большим достижением, большой заслугой. Не стали размениваться на то, чтобы как наши друзья по другим министерствам как быстрее-быстрее вытаскивать из капитулирующей Германии всякие станки и прочее, а там на месте организовать работу по принципу компенсировать отставание Советского Союза в области ракетной техники. Вот судьба человека. Он вынужден был быть вторым. Он был вторым и у Пелюгина, он был и вторым у Рязанского, и он, конечно, был вторым у Королева. Во время войны мне так сложилось, что я все время был самым тесным образом связан с ракетной техникой. Сначала в Германии познакомился с Королевым, вернее, я его знакомил с Германией. Сам Борис Евсеевич вспоминал о том, как они первый раз приехали, теперешний Байконур, космодром, которого еще не было в 1955 году, когда только началось строительство, и фактически там была пустыня. Они посмотрели на эту пустыню, где только перекати поле катится, и какие-то там тушканчики прыгают, и Борис Евсеевич сказал, Сергей, ну что тут можно сделать в этой пустыне, с таким остервенением, он это сказал. А Сергей Павлович так посмотрел на него и сказал, «Эх, Борис, ты заржавленный электрик, да ты знаешь, что здесь будет, и очень скоро будет». Такие встречи врубаются, понимаете, как первая любовь. Не могу забыть, эту первую встречу с Королевым очень такая была. Ну, я не могу сказать эмоциональная, но, в общем, запомнилось меня навсегда, как он сказал, первый раз после короткого разговора, крепко пожимая руку и смотрит пристально, пронизывающим своим взглядом и говорит, «О, Марисеевич, я абсолютно уверен, что мы еще не раз встретимся и будем работать». Так оно и получилось. уже в октябре 47-го года сумели пустить первую баллистическую управляемую ракету дальнего действия. это был первый, в общем-то, конечно, настоящий пуск. И вот она, старушка, с которой все начиналось. Я бы даже так сказал, один из активных создателей ракетно-космической техники. Возвратившись из благоустроенной Германии, чертог с семьей с большим трудом получил жилье в коммунальной квартире в Сокольниках. Соседями оказалась семья с двумя детьми. В квартире не было ни ванны, ни душа, один унитаз и один умывальник на всех, он же кухонная раковина. Знаете, никакого снабжения особого не было. И то, как мы жили, и как жили чертоги, по нынешним меркам, конечно, это представляется просто нищетой, наверное. Если бы не жена и дети, он так и жил бы в коммунальной квартире. Все, что впрямую не касалось ракетной техники, представлялось ему мелким и суетом. Цель жизни была там, в заводских цехах и на полигоне. Рядом с такими же одержимыми, как и он сам. Борис Евсеевич до сих пор ежедневно ездит на работу, консультирует своих молодых коллег и строит планы экспедиций к другим планетам. Обедает, как и где придется, что приводит в ужас наблюдающих за ним геронтологов. Борис Евсеевич чертог, действительный член Российской Академии Наук и Международной Академии Астронавтики, кавалер и лауреат многих высших государственных и международных наград и премий, автор длинного ряда научных трудов, большинство которых было засекречено, и уникальной исторической летописи «Ракеты и люди». Родился 1 марта 1912 года. Я все-таки надеюсь, что административный отпуск, который я получил где-то сверху, еще какое-то время продлится, и мне найдется время еще подумать над тем, что бы я изменил. То есть внутренне есть у меня проблемы, которые я бы изменил, но публиковать их я сейчас не хочу. Редактор субтитров